Добрый день! Сегодня у нас седьмое занятие в Школе юного историка. Это занятие продолжает цикл лекций о Киевской Руси. По счету в этом цикле это занятие пятое. И называется оно «Киевская Русь. Уделы». И первый вопрос, который мы с вами разберем, это северо-восточная Русь. На прошлом занятии мы с вами разбирали, как, каким образом в Киевской Руси начался процесс, получивший название удельной или феодальной раздробленности. Подробно разбирали причины этого явления, рассматривали события, которые шли в разрез этого процесса. Это правление Владимира Мономаха и его сына Мстислава, последних киевских князей правления, которые пытались вернуть Русь к единому правлению, к единоначалию. У них это получалось на то время, пока они правили. После их смерти, Мстислав умер, Мстислав Великий, в 1132 году начался период феодальной раздробленности на Руси. Окончательный, бесповоротный, уже не будет центра стремительных сил, которые пытались бы как-то вернуть Русь к единой власти киевского князя. Происходит обособление периферийных центров. Сразу их появляется около 15, буквально в 30-е годы XII века. А к началу монгольского нашествия удельных княжеств более 50 на Русь. Каждый из этих княжеств имел свой центральный город, имел собственного князя, имел собственное управление, дружину. И удельное княжество не подчинялось Киеву. Киев превратился, в прямом смысле этого слова, первым городом он стал среди равных. Из большой массы вот этих вот удельных княжеств следует выделить несколько крупных центров, которые будут определять политическое, экономическое и культурное развитие Руси на протяжении всей феодальной раздробленности. В первую очередь это регион под названием Северо-Восточная Русь или Ростово-Суздальская, а затем Владимиро-Суздальское княжество. Посмотрим, пожалуйста, на карту. И вы видите, где размещается Ростово-Суздальское княжество. Это северо-восток Киевской Руси с такими городами, как Ростов-Суздаль. Вы знаете, что Ростов упоминается еще в 862 году при раздаче городов Рюриком. Это древнейший город этой земли. Ростово-Суздаль, затем Суздаль, а впоследствии здесь появляется город Владимир, чтобы отличить от Владимира Волынского на Волыне. Его принято еще называть Владимир на Клязьме. И со второй половины XII века именно Владимир становится политическим центром этого удельного княжества. И здесь расцветет наиболее сильный, наиболее значимый, наиболее мощный политический и культурный центр Северо-Восточной Руси, вплоть до монгольского нашествия. А уже возрождаясь после монгольских набегов, после монгольского разорения, Пальму первенства в развитии среди городов Северо-Восточной Руси подхватит Москва. Но это уже будет в XIV веке. Этот регион был одним из самых глухих среди восточнославянских земель. В том плане, что здесь практически не было населения. Здесь одно было сплошное бескрайнее лесное море. Из славянских племен здесь появляются вятичи, достаточно поздно, около IX века. С запада сюда проникают кривичи. До славян здесь обитали финно-угорские, а на западе Ростова-Суздальской земли – балдские племена. Возможно, заселению славянами этой территории повлияло то, что здесь проходил древний путь из Новгорода на Волгу. Путь под названием «Из варях в арабы». Следом за торговцами шли переселенцы. С одной стороны, здесь было мало пригодных для земледелия пахотных земель. Лесные болотистые просторы, Оки, Верхние Волги, Клязьмы не способствовали земледелию. В то же время здесь были великолепные заливные луга. Предстояло переселенцам корчевать лес и развивать и земледелие, и скотоводство. С другой стороны, обширные леса были богаты зверем, пушниной. Здесь в изобилии росли ягоды, грибы, процветало бортничество. Озера и реки были полны рыбы. При упорном труде эти земли могли прокормить, одеть, обуть достаточно большое количество человек. Для строительства здесь были все условия. Строительного леса было сколько угодно. Но самое главное, чем эти места привлекали переселенцев, здесь было спокойно от набегов кочевников. Всех мастей. А 12 век для Руси пройдет под знаком набегов половцев. Возможно, в этом и есть главная причина того, что сюда потянулись переселенцы. И именно в 12 веке эти территории начинают играть заметную роль в общей политической истории. Древней Руси. Возвышаться северо-восток стал при Владимире Мономахе. Он сам попал сюда на княжение в Ростов в возрасте 12 лет, куда его отправил отец Всеволод. Вот с тех пор Ростово-Суздальская земля прочно вошла в состав в отчины Мономаховича. Сюда в свое время Владимир Мономах послал на княжение одного из своих младших сыновей. Старший Мстислав остался в Киеве, а младший был отправлен в Ростов. Звали его Юрий. И этот князь войдет в историю под прозвищем Юрий Долгорукий. Конечно, Юрий Долгорукий примечательная персона в истории не только своего княжества, но вообще до Монгольской Руси. Поэтому уделим ему отдельное внимание. Юрий Долгорукий, Ростово-Суздальский князь с 1125 по 1157 год. После смерти своего старшего брата Мстислава Юрий по сути дела стал полноправным правителем в своем отдаленном от Киева, но богатейшем в экономическом плане крае. В старых городах княжества, таких как Ростов, Суздаль, были сильны местные боярские группировки, которые давно не желали подчиняться Киеву. В новых городах Владимиры, Ярославля выросло городское сословие. Торговцы, ремесленники, которые были заинтересованы в развитии местной торговли, независимой от Киева, в развитии торгового пути из Варях в Арабы по Волге. Начиная с правления Юрия Долгорукого, Ростово-Суздальское княжество из далекой окраины превращается в обширное независимое княжество, которое проводит активную политику. Ну, во-первых, Юрий Долгорукий неустанно воевал с ближайшей соседкой в Волжской Булгарии, которая была гораздо ближе, чем к тому же Киеву. Посмотрите на карту, обратите внимание. Вот Волжская Булгария по Волге идет сообщение. И вот посмотрите, где находится Киев. Расстояние даже на вскидку приблизительно в три раза больше. Главной причиной войн с Волжской Булгарией было, конечно же, стремление последнее перехватить торговый путь по Волгу у Юрия Долгорукого. Это первый противник. Второй противник Ростова-Суздальской земли в XII веке это Новгородская земля. Новгород, который еще со времен Владимира Красное Солнышко Ярослава Мудрого славился своим свободолюбием, своей вольницей, который заслужил знаменитое просьбище Господин Великий Новгород. В XII веке представлял собой уже полностью обособленное княжество с весьма своеобразной формой управления, где наравне с князем функционировала и вещь, которая впоследствии даже заимела примат власти над князем и зачастую неугодных князей изгоняла. Ну, как тогда принято было говорить, указывала князю путь. То же самое происходило, можно провести аналогию и в нашем Полоцке в XII веке. Ну, о Полоцке отдельный разговор. Третье направление внешней политики Юрия Долгорукова это вооруженная борьба с Киевом. Причем здесь Киев только защищался. У Юрия Долгорукова шла борьба за киевский трон. Ибо он незабываем был сыном киевского князя Владимира Мономаха и братом Мстислава Великого. Участвуя в усопицах, Юрий пытался организовать союз антикиевский. Его ближайшим союзником был Черниховский князь Святослав. Черниховский князь Святослав. И однажды оба князя союзника встретились для переговоров в пограничном Ростово-Суздальском городке. И Юрий Долгорукий пригласил туда своего союзника Святослава и написал ему «Приди ко мне, братья, в Москву». Так под 1147 годом в русской летописи впервые было упомянуто Москва. Юрий Долгорукий построил ряд городов и крепостей. Среди них Звенигород, Дмитров, Юрьев-Подольский. В основном для защиты своих обширных владений. В 1155 году он захватил Киев и стал великим киевским князем. Трудно сказать, конечно, насколько Киев был для него важен. Хотя все-таки значимость Киева, пускай и первого среди равных, как города, так и статуса киевского князя, высокий моральный авторитет киевского князя среди других князей Киевской Руси продолжал сохраняться. Это даже видно, когда читаешь слово полку Игорева. Хотя прошло уже более 50 лет с момента начала удельной раздробленности на Руси, после смерти Мстислава Великого. Овладеть-то он городом овладел, но вот проблема. Через два года он умр. Мы с вами прошли политику Юрия Долгорукова. Посмотрите, пожалуйста, какой многогранный политик воевал и с Волской Булгарией, вел удельные войны за обладание киевским троном. Вступил конфликт с могущественной новгородской землей. За стремление расширить всячески свои территории получил прозвище Юрий Долгорукий. Кстати, в Москве ему стоит памятник. Бесподобно он изображен. Во-первых, конечно же, верхом на коне, как и подобает верховному правителю. Но самое удивительное в его жесте руки то вот так вытянуты и пальцы растопырены. Руки длинные действительно. Сразу что бросается это вот такой перевес вот это именно части тела, рук над всем остальным. Вот он основатель Москвы. После смерти Юрия на престол в Ростово-Сузрельском княжестве вступил его сын Андрей, рожденный от половецкой княжны, от половецкой принцессы, первой жены Юрия. В прошлый раз вам рассказывал про взаимоотношения русских князей с половцами. От конфронтации легко переходили к мирным и брачным союзам. Причем особой популярностью именно пользовались дамы из высшего аристократического половецкого сословия. Узнав о смерти Юрия Долгорукого, бояре Ростова и Суздаля, я вам уже говорил о том, что в этих городах были сильны боярские группировки, избрали своим князем Андрея, стремясь утвердить у себя собственного князя. Напомню вам, что Юрий Долгорукий получил удел от своего отца киевского князя. И этим отцом был Владимир Романомах. Здесь же была попытка утвердить собственного князя и прекратить порядок, при котором великие князья киевские посылали в эти земли на княжение то одного, то другого из своих сыновей. В общем, ход был очень хитрый. Обратите внимание, Юрий Долгорукий перед смертью все-таки киевский князь. Киевский. И опять получается у киевских князей, его наследников, других сыновей. И есть претензии на владение Ростова-Суздальской землей. Поэтому нужен собственный князь, чтобы проводить независимую политику. И в то же время его можно взять из этой же среды. из среды своих ростово-суздальских князей. То есть убить как бы двух зайцев одновременно. Однако Андрей буквально сразу спутал все боярские расчеты. Летописец отметил, что Андрей стремился стать самовластней в своем уделе. Андрей развязал борьбу с боярством и с другими претендентами на Ростово-Суздальский престол со своими братьями. На кого же он опирался в этой борьбе? Прежде всего на новые города это Владимир и Ярославль и на нарождавшиеся служилые сословия мелких феодалов, которые служили в его дружине и были всем обязаны князю, которые не имели вотчин, а довольствовались теми поместьями, теми имениями, которые им выделял князь. подобные стремления в это время в 12 веке проявили и правители других русских княжеств. Например, Роман Пстиславич, а потом уже попозже в 13 веке его сын Даниил в Галецко-Волынской земле. Похожие процессы проходили и в Западной Европе. Свою резиденцию Андрей перенес в молодой город Владимир из Старого Ростова и близ города в селе Боголюбове он построил Белокаменный дворец по имени этого села, по названию этого села он и получил прозвище Боголюбский. Вот, наверное, с этого времени, со времени правления Андрея Ростова Суздальскую землю можно назвать Владимира Суздальской. Центр переместился в управление. Андрей продолжил политику отца за подчинение Киева. И в 1169 году вместе с союзными князьями взял штурмом мать городов русских и, самое удивительное, отдал город на разграбление. очень неоднозначный факт. Историки не все, но есть такие мнения, усматривают в этом все, что угодно, начиная от его жестокости как человека, заканчивая тем, что он не был даже якобы русским по духу, ибо имел наполовину половецкое происхождение, что князь истинно русского происхождения так бы не поступил. И действительно, с Киевом до этого ни один русский князь так не поступал. Никто город не грабил. Это было табу, запрет. Грабили только кочевники, если им удавалось на время это сделать. Но не более еще. Возможно, этим фактом Андрей Боголюбский показал свое пренебрежительное отношение к первой русской столице. Первый не по хронологии, а первый по значимости. И тем самым Киев как бы был сброшен с пьедестала первого великого города Руси. Возможно, тем самым он показал, что Киев больше не является политическим центром. Есть город Владимир, есть Владимиро-Суздальское княжество, и оно не менее, а может быть сейчас уже согласно своей военной мощи и политической силе, более значимое, более сильнее, чем старый Киев. И дальше. Андрей не оставил город за собой. Тоже впервые. Не было такого, чтобы князь, захвативший город, последствия от него отказывался. Даже наш полоцкий князь, который случайно буквально пришел к власти, Всеслав Чародей. И тот определенное количество месяцев все-таки просидел. А Боголюбский не взял. И даром не нужен. Отдав Киев в управление одному из своих братьев, он вернулся во Владимир. Впоследствии он еще будет предпринимать поход на Киев, кстати, неудачно, но скорее всего будет он это делать только для того, чтобы буквально наказать бунтовщика, как политический центр, как значимый административный центр, как место какого-то престижа для верховного правителя, в конце концов, даже как экономический центр, что самое удивительное. Киев уже Боголюбскому был неинтересен. Как и отец Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский воевал с Волжской Булгарией. Но здесь камень преткновения был очевиден, это Волжский путь, Волжский торговый путь. Действия Андрея Боголюбского вызывали все большее раздражение среди Ростова Суздальского боярства. Особо они были недовольны, когда по приказу князя был казнен боярин Степан Кучка, чьи владения находились тогда в районе современной Москвы. По сути дела в его вотчине Москва и зародилась и владения его назывались Куцкова. Впоследствии уже в Куцково появилась Москва. К Боголюбскому отошли владения боярина. Родственники казненного организовали заговор против Андрея. в него были вовлечены жена Андрея. Кстати, Степан Кучка был родственником жены Андрея Боголюбского. И ближайшие слуги князя. В июне 1174 года Андрей был убит. После смерти князя в ряде городов Владимира Суздальской земли начались волнения. Однако гибель Андрея Боголюбского не остановила процесса централизации Владимира Суздальской земли. Когда боярство Ростова и Суздаля попыталась посадить на престол племянника Андрея и управлять за его спиной княжеством, поднялись, как указано в летописи, меньшие люди торговые месли, Владимира, Суздаля и других городов и пригласили на княжество Михаила, брата Андрея Боголюбского. Обратите внимание, что между Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое гнездо есть два года. Вот в эти два года 1174 и 1176 и правил Михаил. С помощью городов он победил бояр. А когда он умер в 1176 году, его дело в свои руки взял третий сын Юрия Долгорукова Всеволод Юрьевич. То есть обратите внимание, и Андрей Боголюбский, и Михаил, и Всеволод Будущее Большое гнездо. Все это дети Юрия Долгорукова. Так, Всеволод Большое гнездо. Годы правления Владимира Суздальской землей 1176 1212 Пользуясь смертью Михаила, Боярство Боярство попыталось в битве разгромить Всеволода. Но было побеждено. Всеволод получил прозвище Большое гнездо, так как имел восемь сыновей и восемь внуков. Это не считая потомства женского пола. Но в борьбе с боярством Всеволод Большое гнездо опирался не только на своих многочисленных домочадцев, не только на города, но и становящееся на ноги с каждым годом мелкое служилое сословие, которое выступает в источниках под именем отроков, мечников, верников, гридей, меньшей дружины и так далее. Они несли всю основную государственную службу в княжестве. в войске, в суде, в посольских делах, в сборе податей, в расправе, прислуживании князю при дворе, в управлении княжеским хозяйством. Всеволод продолжил активную внешнюю политику своих предшественников. В частности, он присоединил к Владимира Суздальской земле Рязань. Рязанский князь поддерживал заговорщиков бояр. Рязань была захвачена Всеволодом. Рязанский князь попал в плен. Всеволод вмешивался во внешние дела Новгорода. Традиционно ходил походами на Киев. И противоборствовал Волжской Булгарии. Всеволод Юрьевича уже называли великим князем Владимирским. Когда-то это только применялось по отношению к князю Киевскому, великий князь Киевский. В крупных городах Владимира Суздальского княжества в качестве наместников сидели его многочисленные сыновья. Тяжело заболев в 1212 году, Всеволод Большое Гнездо завещал престол старшему сыну Константину, который сидел в то время в Ростове, в старейшем городе земли. Но Константин связав свою судьбу с Ростовом попросил его оставить в этом городе и перенести престол назад в Ростов. Это был скажем так смелый поступок с его стороны, смелая просьба. И если бы отец пошел навстречу сыну, это бы могло нарушить политическую ситуацию в княжестве. Поэтому Всеволод при поддержке других городов и церкви передал престол второму по страшинству сыну Юрию и наказал ему оставаться во Владимире и именно отсюда управлять всей Северо-Восточной Руси. Так Северо-Восточная Русь сделала еще один шаг к централизации. Но вот эта централизация была до тех пор, покуда были люди притворявшие ее в жизнь. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, а после смерти Всеволода Большое Гнездо Владимира Суздальская Русь распалась на ряд уделов, где сидели дети Всеволода, покуда они как-то ладили между собой. На смену придут их дети и хрупкий мир, который создавался многими десятилетиями, будет нарушен. Раздробленный северо-восточная Русь встретит Монгольское нашествие. Второй вопрос. Новгородская земля во главе с Новгородом Великим или Господином Великим Новгородом, как называли его современники, занимал особое место среди других русских княжеств. Это был центр северных славянских земель. Еще в девятом веке это был соперник к Киеву. В конце концов Новгород в лице Олега победил Киев. Но после перенесения туда столицы и Единой Руси киевские князья стали посылать в Новгород своих наместников, как правило, старших сыновей. И все-таки Новгород, несмотря на связь с Киевом, сохранил свое особое положение. Княжеская власть здесь не укоренилась так сильно, как в других городах Руси. Видимо, причиной тому было во-первых строй жизни древнего Новгорода. Город с самого начала рос не как административный и налоговый, а как торгово-ремесленный центр. Первый крупный славянский город на пути из Варяг в Греки. Это первая причина. Вторая причина все-таки даже если посмотреть на карту, далеко было от Киева до Новгорода. Большое труднопроходимое расстояние. Удаленность также играла на руку обособленности Новгорода. Новгород располагался на удобном месте, удобном с точки зрения торговли. Отсюда шли пути в Прибалтику, в немецкие земли, в Скандинавию. Недалеко было и до Волги, а оттуда в страны Востока. Большую силу, политическую силу в Новгороде со временем получили крупные бояре-землевладельцы. Именно их земельное владение, леса, рыбные угодья давали основную торговую продукцию края. Пушнину, мед, воск, рыбу. с ними были тесно связаны крупные купцы, которые сбывали их продукцию. Именно бояре и крупные купцы часто организовывали дальние экспедиции новгородцев для овладения новыми промыслами, для добычи пушнины. Набор в такие экспедиции велся среди отчаянных людей, горожан Новгорода и вот эти вот купцы тире первопроходцы тире разбойники тире воины, что по большому счету все едино в этих четырех ипостатях в то время, они получили название в Ноговородской земле ушкуйники. вот самые далекие экспедиции ушкуйников новгородских простирались вплоть до современного Ямало-Ненецкого автономного округа, на Терский берег, это за Архангельск в Белое море. Впоследствии потомки ушкуйников из Вольного Новгорода, не желая подчиняться в 15 веке в Москве, бегут в поморье на побережье Белого моря, там, где в него впадает Северная Двина. Именно из них пойдет особый русский субэтнос поморы в коренное население современной Архангельской области. из поморов родом Михаила Васильевич Ломонос конечно. В Новгороде интересы боярства, купечества и церкви сплелись воедино. Вот поэтому верхушка города, состоящая из купцов, бояр, наиболее богатых ремесленников, хозяев мастерских, опираясь на свои богатства, играли огромную роль в политической жизни Новгорода. Аристократия в политической жизни вела за собой ремесленников. Прочий посадский люд. Было ли среди них единство? По определенным вопросам было. Новгород выступал единым фронтом против Киева, против Ростова-Суздальской, затем Владимира-Суздальской земли. Вот здесь все новгородцы на своем общем сходе вече новгородском, где могли принимать участие все взрослые свободные мужчины, были единодушны. Они защищали особое положение Новгорода среди русских земель остальных, свой суверенитет. Однако вот во внутренней жизни города такого единства не было. Были ожесточенные столкновения простых горожан и городской верхушки. Это выливалось в открытое выступление, восстание против боярства, богатого купечества, ростовщиков. Кстати, и городская аристократия также не представляла собой единого целого. Между собой боролись те или иные купеческие кланы, боярские фамилии, боролись за доходы, привилегии, боролись за то, чтобы поставить во главе города своего ставленника, князя, которому оставались только функции обороны, взимания налогов и суда. от решения той или иной боярской группировки зависело, кто будет Тысяцким руководителем ополчения. Кстати, вот подобные порядки, они складывались практически во всех городах новгородской земли. Пскове, Ладоге, Изборске, где были сильны свои боярско-купеческие кланы. Кстати, похожая ситуация, она и для Полоска. Каждый из этих городов являлся частью новгородского княжества, новгородской земли и в то же время претендовал на относительную самостоятельность. Интересно, что Новгород соперничал с Киевом не только по части экономики, но и по части внешнего облика. В Новгороде был построен второй по дате Софийский собор, который соперничал по красоте и величественности с Киевской Софией. Третий был в Полоцке из русских земель. И, кстати, вы знаете, что первозданный облик сохранился именно, ну, более всего в Новгороде. Софийский собор располагался на территории Кремля. Напротив Кремля располагался торг, где обычно проходила городская вещь. Скот всех политически активных новгородцев. Именно здесь решались важнейшие вопросы жизни города. по мере ослабления власти киевских князей Новгород становится все более независимым от Киева. Особенно ярко это проявилось после смерти Мстислава Великого. В Новгороде тогда сидел его сын Всеволод. Когда он выехал из Новгорода и попытался неудачно добыть себе более почетный в княжеской семье Переяславский трон, новгородцы не пустили его обратно. Но город нуждался в князе для командования войском для обороны владений. Новгородские бояре вернули Всеволода назад, видимо посчитав, что он получил хороший урок и будет заговорчивым. Однако Всеволод Мстиславович урок не усвоил. Он втянул Новгород в противоборство с Суздалем и потерпел поражение. Это переполнило терпение новгородцев. Против князя выступили и бояре и простолюдины. Его не поддержала ни церковь ни купечество. В 1136 году Всеволод с семьей по приговору Веча, кстати, в котором принимали участие не только новгородцы, но представители от Ладоги и Пскова, то есть была представлена по сути дела вся новгородская земля, так вот Всеволод с семьей был заключен под стражу. 1136 год. Этот год считается некой отправной точкой превращения Новгорода в Боярскую республику. После этого года князь в Новгород будет приходить только по решению Веча. Никакие кровно-родственные связи играть более-менее значимого. Места здесь не будут. Власть в руках в Новгороде сосредоточила крупное боярство, богатое купечество, хозяева мастерских и архиепископ, глава церкви. В качестве военных руководителей, верховных судей приглашались князья. Неугодные князья изгонялись к князьям, указывали путь. Иногда в течение года сменялось несколько князей. И вот наверное с середины со второй половины 12 века в экономических связях Новгород все менее ориентируется на юг, на Киев, разрывая тем самым старые связи. Он все больше смотрит в сторону германских земель, Скандинавии, а среди русских земель наиболее прочные связи в экономике, в торговле Новгород сохранил со своими соседями. Смоленским княжеством, Ростово-Суздальским, хотя вы знаете, здесь были определенные проблемы, ну и конечно же с Полоцким. Республика в Новгороде просуществовала более 340 лет вплоть до 1478 года и была побеждена в политической военной борьбе, разгромлена, захвачена и присоединена к московской державе, московским князем Иваном Третьим. Ну об этом как бы уже отдельный разговор. Третий вопрос наш. Волыни Галич. На юго-западе Руси, на границе с Польшей и Венгрией, в предгорьях Карпат, недалеко от Балкан, от Дунайского торгового пути сформировалось Галичко-Волынское княжество. Еще со времени единого древнерусского государства, со времен Владимира, здесь появились крупные и богатые города. Галич, Перемышль, Луцк, Холм, здесь Владимир, Красное Солнышко основал Владимир Волынский. Это были хорошо укрепленные центры с мощными детинцами, каменными зданиями и храмами. Здесь сформировалась прослойка богатых горожан. Сложилось и богатое боярство, располагавшее обширными землями. Бояре опирались на своих многочисленных дружинников и со временем стали соперничать с князьями. Таким краем управлять было очень непросто. Особенность политической жизни этого региона еще заключалась и в том, что часто во внутренние дела Галецко-Волынской земли вмешивались соседи. Польша и Венгрия. Эту особенность нужно всегда иметь в виду. Владимир Мономах став великим князем властной рукой держал за собой Волынскую землю. Не давая местным князьям стать ее полными хозяевами. местные династии хотя они тоже Рюриковичи в общем корнем но тем не менее чтобы отличить как-то от наследников Мономаха местная династия это внук Ярослава Мудрого Ростислав Владимирович и его дети Ростиславич вот после смерти Владимира Мономаха в этом регионе началась борьба между потомками Мономаха и Ростиславич в середине 12 века от Волынского княжества отделяется Галецкая с центром в Галиче молодом богатом торговом городе богатые верхи города имели здесь особенно большую силу вот борьба князей между собой противостояние княжеской власти боярских группировок в которых кстати активно принимало участие городское население привели к длительным и тяжелым смутам в Галецкой земле и тем не менее именно Галецко Волынская земля раньше чем другие русские княжества стало выходить из состояния политической неразберихи и княжеская власть здесь попыталась унять своеволе боярских группировок большой мощи достигло Галецкое княжество в 60-80-е годы 12 века во времена правнука Ростислава звали его Ярослав он знал много языков был полиглотом и поэтому получил прозвище Асмомысл 1152 1187 годы правления а вот Волынское княжество прочно находилось в руках потомков Владимира Мономаха то есть видите произошло как бы разделение власть стремление усилить княжескую власть на Волыне централизовать ее появилось при князе Романе Мстиславиче он княжил Владимир Волынском с 1170 года в 1199 году в этот год умирает сын Ярослава Асмомысла Владимир Роман Мстиславич воспользовавшись этой смертью объединил земли создав Галицко Волынское княжество К К несчастью для Романа в межусобную борьбу вмешались поляки и венгры и в 1205 году Роман Мстиславич который шел к своему самовластью семимильными шагами погиб в борьбе с поляками Галицкие бояре изгнали его через трехлетнего сына Данила и единое княжество вновь распалось борьба за его воссоздание шла 33 года и в конце концов Данил победил в 1238 году как раз во время нашествия монголов он восстановил Галицко-Волынское княжение под его руководством край стал сильной державой Данил Галицкий был видным и опытным государственным деятелем смелым и талантливым полководцем с его мнением считались другие правители Европы посольство к нему слал Папа Римский кстати предлагал королевскую корону за переход в католичество Даниил Галицкий так он обычно именуется в историографии смог проводить достаточно активную внешнюю политику по отношению к зарождавшемуся великому княжеству литовскому но он не сам действовал через сыновей вы знаете Шварн Данилович велик князь литовский это его сын вот смог он и противостоять монгольской агрессии с переменным успехом но это единственная русская земля наверное еще и смоленское княжество смоленск осаду пересидел а вот что касается галецко-волынского княжества то с переменным успехом военное сопротивление монголам было в 14 веке галецко-волынское княжество приходит в упадок усиливается великое княжество литовское волынь будет захвачена великим княжеством а галецкая земля войдет состав польского королевства вот таковы три основных центра удельной раздробленности Киевской Руси в 12 начале 13 века это самые крупные центры определявшие лицо политики и экономики того времени на Руси отдельно слово следует конечно же сказать и о Полоцке в это время но я убежден что Полоцку нужно посвятить отдельную лекцию он того заслуживает благодарю за внимание лекции я